На Южно-Уральщине чекисты обезвредили один из крупных каналов наркотрафика из стран Центрально-Азиатского региона. К обрубленному праведным мечом щупальцу международного наркоспрута прилагались двое курьеров. Зрелых годами мужиков. И тот, и другой безработные, оба судимые. Одному 61 год, второму вообще 67. Им бы с внуками нянчиться, но вместо этого суровые уральские мужики подрядились шнырять на побегушках у международного наркокартеля. Доставляя крупные партии Гашиша из Казахстана на Урал, чекисты в содружестве с коллегами из Комитета национальной безопасности соседней республики отследили путь наркокурьеров. И на проселочной южно-уральской дороге тормознули легковушку, багажник которой был до отказа забит сумками с наркотой. Силовикам даже пришлось застелить черными полиэтиленовыми пакетами большой кусок пыльной обочины, чтобы выложить на него изъятые пакеты с наркотой. В итоге получился впечатляющий натюрморт на луне природы. В ходе обыска обнаружено и изъято наркотическое средство Гашиш массой более 43 килограммов. Следственным органам ОФСБ в отношении лиц возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса России. Задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Наркокурьеров отправили в СИЗО на время следствия и светит им до 20 лет на душу населения. С учетом немолодого возраста нет никакой гарантии, что оба когда-нибудь выйдут на свободу. Да и что они на воле смогут рассказать своим внукам-правнукам? Правду сказать стыдно, а кривда сама наружу вылезет.